Он оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за свою соседку перед судебными приставами. Один из сотрудников утверждает, что Евгений Амелечкин его оскорбил, из-за чего он испытал нравственные страдания. В тот день приставы приехали изъять у одинокой матери автомобиль. Женщина без просрочек закрывала долг умершей мамы. Оставалось выплатить всего 60 тысяч рублей. Евгений увидел свою соседку в слезах и решил разобраться, кто эти люди. В итоге суд признал Евгения виновным в оскорблении пристава. И у многих людей появилось желание помочь Евгению. Пусть он решит сам, куда помощь эту деть. Наймет адвокатов, будет обжаловать, либо все-таки просто погасит этот штраф и забудет, как страшный сон. Поэтому, если есть еще люди неравнодушные, ну давайте поможем всем миром. Я думаю, ему будет приятно. По решению суда Евгений должен заплатить штраф 5 тысяч рублей. За труд адвоката еще 5 тысяч. И 10 тысяч за моральный ущерб приставу. Всего 20 тысяч. Для Евгения это серьезная сумма. По просьбе зрителей мы прикрепляем номер его карты. Я был просто поражен, что столько неравнодушных людей у нас оказалось. Я читаю комментарии, мне просто приятно, что действительно люди оценивают мой поступок не как преступление, а как то, что я помог человеку. Огромная благодарность тем людям, кто меня поддержал, кто меня сейчас поддерживает. У Евгения пока есть время на раздумья. Просто заплатить штраф или бороться дальше и нанять адвоката. Кстати, пока среди комментаторов не нашлось желающих скинуться оскорбленному приставу на психолога. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Ирина Корчагина. Спасибо. Продолжение следует...